всем большой привет с вами снова июля в этом видео хочу рассказать о покупке косметических средств которые совсем давно приобрела а первые три средства это от чистой линии и одно от торговой марки 100 рецептов красоты кому интересен обзор на данную косметику оставайтесь со мной и поехали итак первое что я хочу с большим терпением показать это такой вот мягкий скраб малины гусеника я его уже приобретаю во второй раз метод скраб безумно понравился тем что он реально создает на вашем лице просто потрясающий эффект после его применения кожа становится очень мягкой бархатистый скраб абсолютно удаляет отличнейшие все загрязнения не пересушивает кожу у меня есть точно такой же скраб с абрикостовыми косточками и эти два скраба отличаются лишь тем что в том скрабе с абрикосовыми косточками скрабирующие частички более такие грубоватые а в этом скрабе частички очень мелкого помола они абсолютно я думаю подойдут для любой кожи для чувствительной абсолютно не буду травмировать вашу кожу у кого еще не было таких скрабов то обязательно попробуйте это просто потрясающе бюджетная находки следующее что я хочу показать это такой вот интенсивно смягчающий крем для ног с натуральными маслами лаванда узколистая у меня вообще спрей для ног различные охлаждающие смягчающие увлажняющие но честно говоря все спрей которые у меня есть действия от них очень кратковременно я ради интереса решила попробовать взять крем для ног в чистой линии подобных кремов у меня еще именно для ног от этой фирмы не было мне этот крем очень сильно понравился тем что он полностью себя оправдывает все заявленные свойства которые указаны на тюбике то есть он очень хорошо увлажняет ваши ножки и кожа ваших ног очень долгое время остается мягкой ухоженной и увлажненной запах у этого скраба тоже очень классный такой вот сильный запах каких-то травянистый цветочный запах я бы так сказала конечно же в нем присутствуют нотки лаванды в общем этот крем не тоже очень очень понравился у него консистенция он и не жидкий и не сильно густой вот такая вот средняя консистенция очень приятно его наносить на кожу а тем более не оставляет абсолютно нет никакой жирной пленки правда впитывается он не сразу надо подождать буквально несколько минут до сразу он не впитывается но ваши ножки после этого крема они будут липнуть и жирными не будут можете обратить ваше внимание магазинах на этот крем если он вам понравится также можете приобрести рекомендую вам этот следующий продукт третий который сейчас покажу этот крем гель для душа повышающий упругость сок малины и ежевики вообще меня чистой линии гелий для душа еще не было и этот крем меня очень сильно порадовал а вы как видите тут написано что это крем гель а на самом деле это так и есть у него очень приятная консистенция она не густая создает этот гель просто отличнейшую пену кстати тут указано вот много пены воздушные легкой она так есть пены очень много вообще просто потрясающий гель и когда я его смывала я уже сразу ощутила что это не просто гель а крем гель кожа уже такая вот увлажненная была и после его применения этот гель полностью оправдал тут написано что он не сушит кожу она так и есть этот гель мою кожу абсолютно вообще не пересушил она мягкая увлажненная даже мне не пришлось пользоваться каким-то кремом что касательно аромата то у этого геля он очень интересный если понюхать стюбик это запах такой вот приятный малиновый но не резкий но когда я принимала душ с этим крем-гелем то запах чуть-чуть изменился в нем начали присутствовать нотки топленого молока и я бы этот запах описала так малина со сливками вот вот такой вот он не напоминает запах и осталось последнее средство которое хочу показать значит это такой вот густой шампунь от 100 рецептов красоты кефир плюс миндаль для сухих волос а вообще обычно я беру шампуни для волос склонных жирности или для комбинированных но в этот раз я решила взять шампунь для сухих волос потому что я приехала с отдыха отдыхала на море и солнце немного пересушила мои волосы их решила чуть-чуть увлажнить и решила ради интереса пробовать такой шампунь у него запах вообще девчонки то просто это просто нечто это такой запах очень сладкий запах топленого молока очень очень сладкий очень приятный вообще просто запах меня покорил просто для всех сладкоежек вы явно не останетесь равнодушным запах просто потрясающий что насчет самого шампуня то по консистенции он и в самом деле довольно таки очень густой прозрачный у него консистенция что касательно свойств значит тут еще указано что он предотвращает ломкость волос во имя того что еще увлажняет но я была с ним волосы несколько раз и могу вам сказать в принципе никакого такого супер пупер результата супер увлажнение блеска понятное дело я не заметила да и думаю что после нескольких применений сложно заметить какие-то выделили себя какие-то определенные результаты ну а вообще этот шампунь неплохой он как и другие обычные шампуни кожи моей головы он не пересушил волосы вымыл хорошо вот совсем недавно помыла с ним волосы конечно же немного заметно что на кончиках вроде бы волосы стали более приобрели более такие такой опрятный вид меньше секущихся кончиков не знаю ну вроде бы волосы стали немного увлажненными но точно я не знаю вам ничего такого конкретного сказать не могу но в общем это вся продукция которая им хотелось мне показать и скажу вам одно что я сделал для себя только вывод я очень давно сделала что бюджетная косметика не всегда плохая по крайней мере это относится к уходовой косметике декоративки я конечно же не знаю скорее всего и да если вы возьмете какой-то там блеск или губ очень бюджетный то скорее всего он будет липнуть и будет не очень хороший по качеству но насчет уходовой косметики то мне абсолютно понравились вся продукция понравилась которым сегодня показала и чистая линия а марка тоже отличная марка и не знаю кому она не нравится но мне она понравилась и средства очень классно рекомендую и вам присмотреться к этим средствам попробуйте может быть вам тоже что-то понравится в общем этом я буду заканчивать всем большое спасибо что вы со мной остаетесь что вы меня смотрите всем прекрасного солнечного летнего настроения и хорошего дня всем пока